Всем привет! Это Денис Артёмов, главный редактор сайта mzk1.ru Могила Иосифа Кобзона. Думаю, не надо говорить, насколько он был популярным артистом. Еще в 1959 году он был солистом всесоюзного радио, а в период между 1962 и 1989 годах солистом москонцерта. В дальнейшем пресса сделает Кобзона чуть ли не крестным отцом русской мафии, это уже в начале 90-х. Упоминались конкретные имена криминальных авторитетов и воров в законе, которые якобы стояли за Кобзоном. Да и самого его называли довольно влиятельным человеком не только на эстраде. В дальнейшем против артиста уже американский следователь ФБР Лестер Макналти собрал определенные компрометирующие сведения. 50-страничный документ до сих пор обнародован неполностью. То, что просочилось в прессу, явно указывало на его связующее звено между определенными влиятельными силами. Но так как прямых доказательств так и не было предоставлено, кроме того, что Кобзон был бизнес-партнером от Ари Контрешвили и совместно они добились от государства возможности беспошлино ввозить в страну спиртные напитки и табачные изделия, а также беспрепятственно экспортировать стратегическое сырье, нефть, алюминий, руду, цемент, останавливаться на этом не буду. Здесь еще рано делать выводы. А когда 23 октября 2002 года банда террористов Бараева захватила заложников в театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост», именно Иосиф Кобзон первым вступил в переговоры с боевиками. Как вспоминал сам артист в одном из интервью, он приехал на Дубровку сразу же после выхода на телевидение экстренного выпуска новостей, в котором прозвучала первая информация о случившемся. По его словам, в разговоре с террористами он попросил отпустить маленьких детей. Бандиты согласились и вывели к нему трех девочек и их мать. Кроме того, Кобзону удалось вызволить английского гражданина. Второй раз певец зашел к боевикам вместе с политиком Ириной Хакамадой. Как затем рассказала Хакамада в интервью, миссию переговорщика Кобзон выполнил профессионально и мужественно. По словам женщины, артист вел себя как настоящий воин, без лишних слов и нервов. Драма продолжалась трое суток. В ночь на 26 октября спецоперация, в ходе которой был применен усыпляющий газ, завершилась. К сожалению, 129 заложников погибли. Через много лет в сети появится информация, что артист якобы имел серьезные связи с кавказскими авторитетами. А ближайшие родственники террористов проживали как раз на Кавказе. И боевики прекрасно знали, кто такой Кобзон. И что будет с их роднёй, если с артиста упадет хоть волосок. Подтверждать или опровергать эти сведения не входят в рамки этого сюжета. Между тем, Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года на севере Донецкой области. Как он когда-то говорил, мать Ида Исаевна для него была всегда авторитетом. У неё была очень непростая судьба. В 13 лет Ида потеряла отца и вынуждена была зарабатывать, помогая своей маме поднимать многодетную семью. В подростковом возрасте она занималась выращиванием и продажей табака. Затем работала на деревообрабатывающей фабрике. Уже перед самым рождением Иосифа была избрана народным судьёй. Но в конце 1939 года семья переехала во Львов, где отец Давид Кобзон был назначен начальником отдела кадров конфетной фабрики имени Кирова. Но здесь Кобзон надолго не задержались. Началась Вторая мировая война и семью эвакуировали в Узбекистан, откуда отец ушёл на фронт политруком. На войне получил контузию и был демобилизован, но в семью уже не вернулся, встретив другую женщину. В 1944 году семья вернулась в Украину, где в городе Краматорск Иосиф пошёл в первый класс. В конце 40-х вновь переезд, уже в Днепропетровск. К этому времени мать вышла замуж за бывшего фронтовика Моисея Моисеевича Рапопорта, работавшего завмагом на Троицком рынке. Так у Иосифа появилось ещё два сводных брата и сестра. Первый раз Кобзон появился на сцене во время учёбы в техникуме. В те годы он, кстати, занимался боксом. Затем была служба в армии с 1956 по 1959 годы, где он был приглашён в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. После армии Иосиф Кобзон поступает в Москве в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Активно ведёт и общественную деятельность, став членом комитета комсомола и ответственным за распределение студентам бесплатных билетов в театры, консерваторию и концертные залы. Затем началась эстрадная карьера. В 1964 году Кобзон стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. В июле 1964 года в городе Грозном состоялся первый музыкальный фестиваль Чечено-Ингушской СССР, где выступал и Кобзон. В 70-х Кобзон начал сольную карьеру и к 90-м уже имел огромную популярность. Вместе с популярностью появлялись различные связи. Если к тому же учесть, что с мая 1989 по сентябрь 1991 года Иосиф Давыдович был народным депутатом СССР от всесоюзных общественных организаций по квоте профессиональных союзов. Входил в состав депутатской группы «Союз», выступавшей за сохранение СССР как федеративного государства. Уже после развала Союза 12 декабря 1993 года баллотировался в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации первого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого избирательным блоком Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса, но потерпел поражение. Между тем, за год до этого в прессе появились первые упоминания о Кобзоне как о человеке, который связан с организованной преступностью. Так его якобы видели на дне рождения вора в законе Захарова, которая проходила в отеле «Солнечный» 2 декабря 1992 года. В каком-то роде это событие было знаковым в криминальной истории России. О нём ещё долго писали. Даже в 2000-х при задержании очередного авторитета или вора, СМИ каждый раз вспоминали, что задержанный присутствовал когда-то на том самом дне рождения. А ведь и во время самого празднества задержанию подверглись многие присутствующие на том мероприятии. И одним из тех, кто хлопотал за арестованных перед руководством ГУВД, по версии журналистов, был именно Иосиф Кобзон. Но какие действительно отношения были у знаменитого артиста и арестованных неизвестно. Зато уже не секрет, что певец хорошо знал Виктора Никифорова, вора в законе по прозвищу Калина. Вот его могила. Знакомство, однако, было не на криминальной почве, а на сугубо творческой. По словам самого Никифорова, его родным отцом был известный композитор Юлий Никифоров и тяга к музыке, видимо, была у Калины в генах. Он писал стихи и сочинял музыку. По своей натуре Виктор был творческим человеком. Почему он тяготел и к криминалу, вероятно, уже сказывались гены матери, Калины Никифоровой, которая работала заведующей пивной. Тоже в своем роде уникальная женщина, направивая на свой талант другое русло. Калина родилась 15 июля 1945 года в Баку в семье еврейских беженцев, которым во время Второй мировой войны пришлось временно осесть на Кавказе, где глава семьи был в числе тех, кого государство бросило на восстановление народного хозяйства. Семья была бедной даже по тем послевоенным меркам. И, возможно, в погоне за лучшей жизнью Каля, уехав в Москву, выходит замуж за Юлия Никифорова, который ей годился, если не в дедушке, то точно в отцы. В 19 лет Калина уже родила сына Виктора. Кстати, ее муж был не композитором, как когда-то говорил Виктор Никифоров, а мастером-реставратором по изделиям с драгметаллов, то есть ювелиром. А в этой отрасли еще с давних пор крутились большие деньги и появлялись сомнительные связи. Не обошло это и Юлия. Различные дельцы криминального мира часто появлялись в их квартире и привечала их всегда молодая хозяйка. Вместе с этим были у нее и знакомства среди кавказцев, еще по старому месту жительства, также из числа тех, кто занимался исключительно противоправной деятельностью. Некоторые из этих ее приятелей в дальнейшем станут ворами в законе. В общем, ювелир недолго прожил после брака. Обстоятельства у смерти до сих пор не ясны. Но как бы то ни было, молодая вдова легко пережила его кончину и стала практически единственной наследницей очень большого состояния, которая хранилась как на сберкнижке, так и в качестве наличных и ювелирных украшений в квартире. Но несмотря на имеющиеся богатства, Каля по рекомендации своих знакомых, причем из криминального мира, устраивается на работу в престижный магазин «Березка». В то время в Советском Союзе уже были магазины «Березка», которые появились в первой половине 60-х годов. Изначально было два вида березок. Первый – это валютные магазины, где посетителями был весьма узкий и замкнутый круг чрезвычайно высокопоставленных дипломатов, которым разрешалось иметь иностранную валюту на территории СССР и приобретать на нее товары в этих магазинах, а также иностранные туристы. Поэтому и товары здесь были рассчитаны на иностранных гостей. Были сувениры, русская водка, икра, предметы народных промыслов. Помимо всего, продавались здесь и ювелирные изделия. Атмосфера в этих магазинах была совсем не советская. Даже был анекдот, что Чукча, перепрыгнув через прилавок такого магазина, стал просить у продавщицы политического убежища. В общем, назначение таких березок было простым. Через них государство получало дополнительную иностранную валюту в казну. Ко второму виду березок относились чековые магазины, где товары продавались за специальные сертификаты, именуемые чеками внешпосылторга. Такие чеки получали те, кто работал за пределами СССР, то есть дипломаты, спортсмены, артисты, военные. Чеки также имели подразделения и выпускались в четырёх сериях. Дипломаты, высокопоставленные партийные работники получали чеки серии D. Чеки выдавались, когда они выезжали за границу в составе делегаций, на конференции, совещания, конгрессы, переговоры и тому подобное. Чеки серии D были самыми выгодными, потому что на них можно было получить самый большой ассортимент товаров по самой низкой цене. В принципе, ими можно было рассчитываться и в валютных березках, куда пускали только иностранцев, а советских граждан, даже загранработников, не допускали. Речь про первый вид магазинов. Все остальные обычные загранработники, от военных советников до переводчиков, получали чеки серии А и прочих серий и отоваривались лишь в чековых березках. Чеки серии А и прочих серий разделялись на чеки с синей полосой, которые получали те, кто работал в соцстранах, с желтой полосой, те, кто работал в странах третьего мира и без полосы, кто работал в капиталистических странах. Самая высокая покупательная способность, конечно, была у бесполосных чеков. Позднее чеки серии А унифицировали и всем стали выдавать бесполосные чеки с коэффициентом 4,6 к 1. То есть, зарплату работника пересчитывали из валюты в рубли и умножали на 4,6, а полученную сумму выдавали в чеках. Таким образом, автомобиль «Волга», который стоил около 5,5 тысяч обычных рублей, для загранработников обходился в 1200 чековых рублей и, конечно, без всякой очереди, в которой обычные граждане стояли годами. Здесь стоит отметить, что березки вовсе не способствовали обогащению загранработников. Наоборот, советский высокопоставленный дипломат, которому в Нью-Йорке часть зарплаты выплачивали чеками, пусть даже и серии Д, или член ЦК, выезжавший с делегации за рубеж и также получавший наряду с валютой чеки, скорее оказывался в проигрыше. Если бы он всю зарплату или командировочные получил долларами, то те же американские джинсы, которые он покупал в Москве в «Березке» на он бы гораздо дешевле купил за доллары в Америке или в Европе. Общеизвестно, что цены на западную продукцию в «Березках» были значительны, иногда и в несколько раз выше, чем эта продукция стоила на Западе. В общем, чеки внешпосылторга были эффективным способом для советского государства изъять у граждан СССР, работавших за пределами Родины, иностранную валюту. Стоит отметить, что высшим государственным и партийным функционерам, как и раскрученным представителям советской культуры, существование чековых березок и самих чеков было весьма невыгодно. Достаточно вспомнить интервью певицы Аллы Пугачевой, которая в то время находилась на пике популярности, в котором она с негодованием вспоминала эти события. Отечественная звезда была вынуждена в зарубежных поездках чуть ли не морить себя голодом. Иностранные валюты на руки певица получала ровно столько, чтобы нормально питаться, а остальное певица получала чеками, отовариваться на которые было возможно только по возвращению в СССР в первословатых березках по фантастическим ценам. Вот и приходилось питаться на зарубежных гастролях бутербродами, чтобы на суточные купить что-то из нарядов в местных магазинах. Так вот, в такую чековую березку и устроилась на работу Каля Никифорова. В этом ей поспособствовало два знакомых уголовных авторитета, которые также имели свой интерес в ее трудоустройстве. Дело в том, что незадолго до этого из магазина по-тихому уволили двух продавщиц, которые занимались махинациями в угоду ворам. Шума тогда удалось избежать и через короткое время, используя связи, авторитеты смогли заменить одну из потерь Никифоровой. На освоение нового дела ушли считанные дни. Калина сразу вникла в работу и в дальнейшем приняла активное участие в незаконных валютных операциях, спекуляции чеками внешпосылторга, которая незаконно обменивала загранработникам на советские рубли по курсу более чем двое ниже официального. Человек, по сути, терял половину своего заработка, но зато получал на руки живые рубли, на которые мог в дальнейшем уже прокормить семью, вместо того, чтобы приобретать дорогие продукты питания в Березке, наряду с фирменными иностранными товарами. В то же время друзья Калины у той же Березки промышляли ломкой чеков, то есть под их контролем была бригада из молодых преступников, которые были по своей сути неплохими психологами. Они еще на подходе к магазину спрашивали у хорошо одетых людей, которые скорее всего и шли в Березку. «Если у вас чеки, я возьму один к трём». Наивные обладатели чеков с удовольствием шли на сделку, ведь они знали, номинал валюты гораздо выше, чем за нее дает государство. Но в большинстве случаев ослепленные выгодным курсом граждане становились жертвами обмана. Вместо обещанной суммы у них в руках оказывалась кукла. Пачка нарезанной по размеру денег бумаги. По сути, у Никифоровой обменивать было выгоднее, чем остаться совсем ни с чем. На полученные таким образом чеки уже сама Калина приобретала товары, преимущественно американские джинсы, которые в дальнейшем сбывал один ее знакомый, ранее судимый по прозвищу Паша Синий. Чтобы ее сделки проходили как по маслу, женщина отдавала часть спекулятивного дохода начальнику, в чем и была ее ошибка. Начальника этого разрабатывала КГБ и, соответственно, в ходе этой разработки в поле зрения попала и Никифорова, а в дальнейшем ее подельник, который занимался продажей тех самых товаров из Березки. Его и задержали прямо во время продажи джинсов. На первом же допросе Паша рассказал про всю схему мошенничества. В итоге под арест попали и Никифорова с директором Березки. Церемониться с ней не стали, тут же арестовали и 30 июля 1966 года Калина предстала перед судом. Статья 88 незаконные валютные операции, по которой была осуждена Каля, сулила довольно строгую меру наказания, вплоть до смертного приговора. Но осужденной удалось избежать столь печальной участи и значительно сократить пребывание в Можайской женской колонии. Сперва она задействовала свои связи, за нее действительно хлопотала жена одного титулованного боксера. Но все же не это повлияло на ее освобождение, хотя официально именно этому ходатайству дали ход, чтобы Калина вышла из тюрьмы. На самом деле валютная спекулянтка пошла на сотрудничество с правоохранительными органами, предоставляя информацию о ворах и мошенниках, по сути став милицейским информатором. Взамен она была освобождена досрочно. Правда, такое сотрудничество изначально было невыгодно для милиционеров, но тогда они еще не знали, что осведомительница рассказала о своем сотрудничестве с правоохранителями своим знакомым, настоящим ворам в законе, которые решили извлечь ее из этого выгоду. Теперь Калина, чтобы милиция не усомнилась в ее работе, сдавала мелких воров и спекулянтов, которые были невыгодны ее благодетелям из криминального мира. А в тени оставались настоящие преступники, с которыми Никифорова и ее знакомые вели дела, и которые, по сути, заинтересовали бы правоохранительные органы больше, чем те, кого сдавала Калина. Как известно, Никифорова после освобождения устроилась в пивбар. В то время здесь тоже можно было неплохо зарабатывать на недоливе или разбавлении пива, чем Никифорова и занималась, но все же это был не ее уровень. Два ее благодетеля из числа воров держали под своим контролем один из первых московских катранов, который курировал шулер Игорь Салеев. Деятельность этого нелегального казино приносила как большие деньги, так и серьезные связи, которые порой действительно пригождались. Параллельно несколько катранов открыли и представители ассирийской группировки, в лидерах которой был Вячеслав Слива, также хороший знакомый Никифоровой. В какой-то момент Калину и пригласили поучаствовать в управлении ассирийскими катранами, а также организовать процесс открытия новых заведений. Видимо, организаторские способности были у нее на должном уровне. В итоге был открыт еще один катран уже на территории Сухаревской площади, которая контролировалась бандой Васильевские, в составе которых были и воры. С ними у Калины были свои договоренности. Они получали определенную сумму и гостей Калины никто не ждал за подворотней с целью ограбления. Деньги на открытие нового заведения выделили из воровского общака, для чего созывалась небольшая сходка, на которой присутствовали и представители банды Монгола. Сам главарь с несколькими подельниками уже находился в колонии, отбывая длительное заключение. Но его люди под предводительством Япончика продолжали совершать разбой с кражами и вымогать деньги с цеховиков. И катран, в котором крутились довольно богатые люди, был для банды неплохим источником по выбору жертв. В дальнейшем к Никифоровой под управление перешел и тот самый первый катран. Игорь Салеева, который им заведовал, воры увлечили в сотрудничестве с КГБ и от него было решено избавиться. По некоторым сведениям, управляющая катранами назначила ему встречу в Сандуновских банях. Салеев заранее приготовился к этому визиту, но не оповестил своих кураторов из спецслужбы. Игорь снял в помещении бани отдельный кабинет, где должна была состояться встреча. Однако женщина не пришла, а Салеев был обнаружен в этом кабинете повешенным. По официальной версии, произошло самоубийство. В общем, после этого Калина управляла уже тремя катранами. У неё, соответственно, появились большие связи и возможности. Денег также было очень много. Помимо катранов, у неё было и отдельное швейное производство, естественно, подпольное. Также она занималась ювелирными изделиями и антиквариатом. Многие ценности приносили для реализации люди Япончика, которые по её же наводке их и похищали из квартир зажиточных москвичей. С Япончиком она, кстати, познакомилась незадолго до открытия Катрана, хотя в различных передачах говорили, что именно Катран стал местом их знакомства. Ещё до этого Калина была вхожа в окружение осирийцев, которые также занимались различными преступлениями. Среди её знакомых были и те, кто, в свою очередь, работал с Япончиком. И после очередного разбоя, некоторые ценности передавались для дальнейшей реализации Калине. Доверяли ей безоговорочно, поэтому у неё в квартире порой были и значительные суммы денег, принадлежащие ворам, и различные ценности, которые фигурировали в делах о кражах и грабежах. В тот период и произошло знакомство Калины с Иваньковым, переросшее в дальнейшем в гражданский брак. Как говорили, они действительно любили друг друга, и Калина была в курсе всех дел Иванькова. Даже когда Япончика обвиняли в вымогательстве крупной суммы у администратора Малого театра Михаила Глюоза, именно Калина собрала 34 тысячи рублей для взятки следователю. По тем временам это была просто астрономическая сумма при зарплатах в 150-200 рублей. Но для управляющей Катранами эта сумма отбивалась меньше, чем за день работы. Следователь деньги взял, а затем и Глюоз неожиданно изменил свои показания, сказав, что Иваньков действительно требовал с него законный долг, а не вымогал крупную сумму. А Калина, между тем, занималась и махинациями в отношении евреев, которые эмигрировали из СССР. У многих из них были ценности и деньги, которые вывезти легально они не могли. Те, кто пытался всё-таки самостоятельно пройти таможню, задерживались, а затем отправлялись в колонии за контрабанду. Естественно, что это отбивало всё желание вывозить богатство, но и оставлять в Союзе они его не собирались. И Никифорова сыграла на этом. Через свои многочисленные связи она пустила слух, что может помочь всем желающим переправить ценности в страну пребывания, то есть обеспечить беспрепятственное прохождение таможенного контроля. Но за эту услугу требовалось заплатить большие деньги, что и делали доверчивые евреи. А по итогу никакого прохождения таможни Калина не обеспечивала. Помимо этого она организовывала и грабежи ювелиров и любителей старины. Зачастую к ней приходил какой-нибудь коллекционер. Либо продать, либо наоборот купить ценную вещь. И в разгар переговоров в квартиру заявлялись сотрудники милиции, которые тут же всё конфисковывали и выписывали незадачливому дельцу повестку о вызове на допрос на следующий день. На самом же деле милиционеры были ряженые. Зачастую форму стража порядка одевался и сам Иваньков, переняв это ещё от Монгола. В общем, придя затем в милицию и сообразив, что это всё махинация, жертва уже никуда не жаловалась, так как сама могла угодить за незаконные денежные операции на долгий срок. Вот в такой вот атмосфере постоянных преступлений и подрастал Виктор Никифоров, сын Калины. В какой-то момент и пончик взял над ним шефство. Самый пончик в очередной раз попадёт в руки силовиков в 1981 году. Его задержат при выходе из квартиры Калины. У неё самой также произведут обыск, но ничего противозаконного не найдут. Между тем, Никифорова проходила по делу Япончика о вымогательствах в качестве свидетеля. Она говорила, что милиционеры должны отпустить вора в законе, так как он стал разменной картой в воровском конфликте грузинских и славянских воров, что его просто подставили. Действительно, Япончик имел не самые хорошие отношения с некоторыми кавказскими законниками. Ещё во времена Монгола они однажды ограбили Фатиму, которая была сродни Калини, только в стане грузинских воров. У Фатимы также хранился воровской общак и зачастую к ней захаживали не менее знаменитые кавказские законники. Но в один из дней на квартиру заявилась переодетая милиционера в банда Монгола во главе со своим лидером. Также присутствовал Япончик. На что был расчёт, неизвестно. Фатима прекрасно знала и Монгола, и Япончика. И возмутилась, что те посигнули на святая святых, так как деньги, которые хранились в её квартире и которые нашли бандиты, предназначались для поддержки арестантов в Балашевской и Новочеркасской крытой тюрьме. Монгол, всё так же в форме милиционера, в свою очередь заявил, что в тех тюрьмах нет воров и они забирают общак. Естественно, что уже через несколько часов про ограбление Фатимы знали кавказцы. По сути, скорее всего, это событие в дальнейшем искажется на своеобразном расколе воровского мира на кавказцев и славян. После этого ограбления некоторые вчерашние соратники отвернулись от Монгола, но на его положение это событие не повлияло. Корькова вызвали на сходку, куда он явился всё в той же форме милиционера, чем, собственно, избесил кавказцев, которые только за это уже могли ему предъявить, не считая ограбления Фатимы, но не успели. Монгол достал два пистолета, в свою очередь высказался, что присутствующие на сходке не воры и спокойно удалился. Правда, далеко уйти ему не удалось. Уже через 10 минут Монгола задержали сотрудники КГБ. Через некоторое время были задержаны и остальные участники банды Монгола, кроме Япончика, которого выгородили, так как на свободе требовался человек, который бы продолжал начатое Монголом, но главное грел их во время тюремного срока. До своего задержания Япончик действительно несколько лет не забывал плодельников. А когда в 1981 году осудили его на 14 лет, то дело Монгола было продолжено Никифоровой. Как бы странно это не звучало, но именно её уже слушали криминальные авторитеты, именно она организовывала тяжкие преступления. Хорошо Никифора узнали и братья Амиран и Атари Контришвили. Последний, кстати, вместе с Кобзоном затем организует крупную коммерческую ассоциацию, но это будет намного позже. А пока Контришвили также совершали различные дела по наводке Калины, которая после ареста Иванькова начала сожительствовать с другим варом законе Рубеном Саркисяном. Таким образом, у сына Никифорова и Виктора появляется очередной авторитетный наставник. С помощью Рубена Калина организует ещё один нелегальный цех, правда уже не по пошиву одежды, а по изготовлению обуви. Цех находился на действующем государственном предприятии. Только вот станки на нелегальном производстве были импортными, а обувщиками были армяне, специально приглашённые Рубеном с родины. Обувь, которая производилась нелегально, по всем параметрам превосходила ту, что делали на государственном предприятии. И продавалась она, соответственно, намного дороже. Качество позволяло выдавать эту обувь за европейскую. Между тем, благодаря своему огромному влиянию на криминальный мир, Калина смогла договориться с ворами о воровском подходе к её сыну Виктору, который уже успел отсидеть пять лет после того, как в 1982 году его осудили за хулиганство. Воровских законов он не придерживался, поэтому естественно, что в общак были уплачены огромные деньги. И в 1987 году, в возрасте 22 лет, Виктора наделяют воровскими полномочиями такие авторитетные и уважаемые старые воры, как Рафик Богдасарян и Гай Геваркян, который когда-то совершил воровской подход вместе с монголом к япончику. Возможно, Калина поспешила с просьбой о коронации сына, но ей, видимо, было необходимо, что называется, пристроить его, так как незадолго до этого она узнала, что у неё рак крови и жить ей оставалось недолго, так как советские медики помочь ей не могли. Зато иностранные специалисты, как говорили её знакомые, готовы взяться за лечение, но для этого необходимы были большие деньги, которые у Никифоровой были. Но вот как их переправить за рубеж было непонятно, ведь надо было провести больше миллиона долларов, а такую сумму явно нашли бы на таможне. Поэтому в порыве отчаяния Никифорова решила угнать самолёт и на нём переправить все ценности. В советское время часто угоняли самолёты, и тех, кому удавалось пересечь границу и оказаться за рубежом, как правило, не выдавали властям СССР, предоставляя им политическое убежище. И авиаугонщики спокойно жили вдали от родины, на это рассчитывала и Калина. Но пересечь границу она хотела вместе с сыном, который был категорически против этого. Между тем, Никифорова уже довольно долгое время была под постоянным наблюдением силовиков. Они уже знали, что преступница собирается захватить самолёт в аэропорту города Ленинакана с целью пересечь границу. Трое её подельников, которые должны были помочь в этом деле, были арестованы, поэтому план побега из страны сорвался. Калина переживала. Второе потрясение она испытала, когда пропали новые иностранные станки, которые должны были поступить на её нелегальную фабрику. И, наконец, третье, что уже окончательно выбило её из колеи, это арест её сына Виктора, который только вышел из тюрьмы, получил с её помощью воровские полномочия и вновь был арестован с ножом. Это уже окончательно добило Калину, у неё не выдержало сердце. И на сорок третьем году она скончалась от сердечной недостаточности. Похороны состоялись в Иреване 26 февраля 1988 года, как раз в то время, когда уголовное дело в отношении её сына было неожиданно прекращено. Как говорили, это последнее, что успела сделать Каля перед своей смертью – помочь сыну избежать нового срока при помощи своих связей. Её сын Виктор Никифоров, получивший от матери прозвище Калина, переживал смерть матери. Но всё же воровской статус требовал его присутствия в криминальной жизни Москвы. Как уже говорил, в 1982 году вместо армии Виктор попал в колонию. На тот момент ему было 18 лет. В связи Калины в тот раз никак не смогли помочь, чтобы избежать срок. За тяжкие телесные и заурядную хулиганку его осудили на 5 лет, причём с отбыванием срока в колонии строгого режима. Отбывал срок Башкирии. Находясь в зоне, не был замечен ярым приверженцем воровских традиций, скорее наоборот. Обладая излишней агрессивностью, часто вступал в конфликты с другими заключёнными, в том числе и с блатными. Однажды спровоцировал массовую драку, когда ему не понравилось, как его назвал один из заключённых. По крайней мере, в старых архивах с его допросом значится, что Никифоров воспринял слова, сказанные в его адрес, оскорбительными и напал на человека. Вечером того же дня произошла разборка, когда за побитого пришли разбираться его, как говорили семейники, то есть друзья по лагерю. Но Никифоров был довольно вспыльчивым человеком и вновь кинулся в драку. На этот раз его поддержали и товарищи. В ходе этой драки был убит один из заключённых, а Вите откусили половину левого уха. Калина, хлопотавшая о Будо для сына, так и не смогла этого добиться. Администрация колонии, видимо, сама имела большой зуб на Виктора, так как каждый раз его характеристики отмечали, что он дерзкий, вспыльчивый и готовый к любым действиям. Так и отбыл Виктор свой срок от звонка до звонка. Оказавшись на свободе, тут же был коронован с подачи своей матери. Для чего это требовалось для самой Калины, неизвестно. Виктор, насколько известно, не стремился к воровским регалиям, хотя и занимался преступлениями. А параллельно этому вел богемный образ жизни, даже поступал в университет на музыкальный факультет. Но закончить его, правда, так и не смог. В общем, после смерти матери Виктор продолжает те дела, что с самого детства его и окружали. Он создает свою банду, которая начинает заниматься квартирными кражами. До разбоев и грабежей не доходило. Действовали воры исключительно, когда никого не было дома. Говорили, что к кражам его привлек еще один наставник от воров в законе Владимир Быков по прозвищу Балда. Быков был участником банды Монгола и, как уже неоднократно говорил в сюжетах, при арестах изображался ума лишенного. В дальнейшем, благодаря связи Япончика в лице заместителя главврача клиники нервных болезней, ставился нужный диагноз и вместо тюрьмы Балда попадал в психушку, откуда его уже выкупали подельники. К началу 90-х Балда уже сам редко выходил на дела и был наставником у Виктора Никифорова. А банда Калины, между тем, орудовала не только в Москве и области. У них были и так называемые гастроли по крупным городам России. При выборе очередной жертвы основной упор делался на информатора, работника из администрации гостиницы «Спартак». Он задавал Калини богатых клиентов, которые приезжали в столицу и останавливались в гостинице. У них выяснялся адрес прописки, а затем воры похищали ключи от жилища и ехали в тот город, где жил гость столицы. По возвращению домой человек обнаруживал, что его обокрали. Между тем, несмотря на преступный образ жизни, Виктор Никифоров вращается в среде артистов. У него было много знакомых музыкантов, в том числе и влиятельный Иосиф Кобзон, на тот момент народный депутат. Когда в 1990 году Калина вновь был задержан за тяжкие телесные, то, как писали газеты, именно Кобзон помог ему своими связями и Виктор в тюрьму не попал. Но как бы то ни было, Никифоров всё в том же 1990 году сменил квалификацию. Параллельно своей богемной жизни он начал крышевать коммерсантов. Самым крупным объектом, который контролировался бригадой Калины, был ипподром, где Виктора частенько видели в компании известных людей. Знали ли о его преступной деятельности будущие звёзды, с кем он поддерживал хорошие отношения, неизвестно. По крайней мере, тот же Кобзон, уже после смерти Калины, утверждал, что их совместное фото, которое опубликовала одна из газет, это не повод связывать знаменитого артиста с мафией. Мало ли с кем он мог сфотографироваться. Хотя на похоронах Калины Кобзон всё же присутствовал, как писали те же газеты. В общем, помимо Рэкета, Калина занимался и ресторанным бизнесом. Причём, его интересы простирались и на Питер, и Краснодарский край, где открывались заведения, принадлежащие Никифорову и его партнёрам, среди которых были и музыканты. Это могила люберецкого авторитета Мансура Шелковникова. Был выходцем из спорта, победитель и призёр московских и всесоюзных турниров по карате, имел чёрный пояс. Однако с началом рыночной экономики профессиональный спорт ушёл на второй план. Мансур возглавил в Люберцах команду рэкетиров, которая взяла под свой контроль автоугонщиков, проституток, рынок, казино и имела определённый процент с напёрсточников, которые работали на их территории. Но главным детищем Мансура всегда считались подпольные бои без правил. На такие организованные им мероприятия приглашались как действующие спортсмены, так и те, кто уже оставил спортивную карьеру и жил за счёт нелегальных боёв. На тотализаторе делались огромные ставки, бои были жестокими. Особо ценилось, когда на ринг выходили представители разных видов единоборств и в разной весовой категории. Против 100-килограммового боксёра мог выйти 60-килограммовый самбист или рукопашник и не всегда побеждал тот, кто был больше. В нелегальных боях, организованных Мансуром, принимали участие и боксёры, которых лично рекомендовал ему Олег Каратаев, тоже не последний человек как в спорте, так и в криминальном мире. Он, кстати, и пытался померить Мансура и Калину, у которых был серьёзный конфликт. Дело в том, что интересы обоих лидеров пересеклись на почве всё того же дележа подконтрольных предприятий. Оба претендовали на доходы одной из только зарождающихся ресторанных сетей. Ресторан, открытый на территории Мансура, попал под его контроль. Однако будущий известный ресторатор оказался другом Калины, который иступился за него. В ходе нескольких переговоров была достигнута проопределённая договорённость, которую тут же нарушил Калина. Казалось, что конфликт двух бригад неизбежен, но Олег Каратаев смог примирить их. Но, как оказалось, ненадолго. Оба оппонента случайным образом оказались в одно и то же время в ресторане «Олимп». Там вновь произошла перепалка, в ходе которой Мансур предложил выйти на улицу и выяснить отношения уже там. Вспыльчивый и нетрусливый Калина был не против, тем более с собой у него, как всегда, был нож. Им он неожиданно и нанёс несколько ударов авторитету. Мансур скончается в карете скорой помощи, а Калину задержат на квартире в этот же вечер. Однако вскоре его пришлось отпускать. Несмотря на то, что были многочисленные свидетели, что Виктор наносил удары Мансуру, все они неожиданно стали теряться в своих показаниях, а затем и вовсе отказались от сказанных ранее слов. Орудие убийства также найдено не было. После убийства Мансура некоторые из его точек перешли именно под контроль Виктора Никифорова, что, впрочем, никто не оспаривал. Единственное, что одна из люберецких бригад была недовольна таким положением, но идти против законника никто в тот момент не стал. А Витя продолжал посещать светские вечеринки, крышевать бизнесменов и сам заниматься бизнесом. В том же 1991 году он посетил в Киеве большую воровскую сходку, где славянские воры собирались выступить против нескольких кавказских авторитетов и чеченских группировок в Москве, с которыми Калина вел коммерческие дела. Он высказался против объявления войны, чем удивил собравшихся законников. В итоге Витя занял нейтральную позицию, пытаясь остаться при своих. Между тем, в Москве славяне начали подготовку к зачистке кавказских банд. По решению большой сходки координировали всю эту деятельность два авторитетных человека, причем оба в тот момент находящиеся в СИЗО. Первым был Андрей Исаев, роспись, чуть позже получивший воровские полномочия. Он содержался в матросской тишине по делу о грабеже. Вторым Сергей Тимофеев, Сильвестр. Он в свою очередь находился в Бутырке по делу о крупном вымогательстве. Здесь, так сказать, благословляя его на войну с кавказцами, к нему собирались сделать воровской подход. Но до этого не дошло. В то время в СИЗО содержались исключительно кавказские законники, которые были против такой инициативы. Требовалось дождаться двух славян, которых должны были привести этапом. Но история не про это. В общем, летом 1991 года Сильвестр вышел на свободу практически одновременно с росписью. И они начали известную войну против чеченских группировок. Все это было не по нраву Калине, деловые партнеры которого начали сдавать свои позиции. Своё недовольство он высказывал в узком кругу, параллельно выводя из своих схем вчерашних бизнес-партнеров, выбирая меньшую из зол. В итоге Виктор оказался между двух огней. С одной стороны, славянские авторитеты были недовольны его делами, с другой стороны, вчерашние партнеры лишались из-за него определенного заработка. Также ситуацию нагнетали слухи о том, что соратники Мансура Шелковникова жаждут мчения. А ещё 13 января 1992 года Никифоров, не изменяя своей агрессии, повздорил с одним бригадиром из-за сирийской ОПГ и в ходе конфликта дал ему пощечину. Тот был пьян и тоже пообещал разборку вору. Как бы то ни было, уже на следующий день Витя Калина был застрелен на улице Енисейской в Москве. Кто именно стоял за его убийством, неизвестно, хотя роль убийцы примерял на себя известный киллер Александр Солоник, когда был на грани жизни и смерти после перестрелки с милиционерами. Тогда он признался в нескольких убийствах, которым, как оказалось дальнейшим, не имел никакого отношения. Также прорабатывалась и версия конфликта с ассирийским бригадиром. Его задержали, а на квартире произвели обыск, в ходе которого было изъято холодное и газовое оружие, патроны к пистолету ТТ и разобранные части огнестрельного оружия. Однако добыть какие-либо конкретные улики против задержанного следователи так и не смогли. В связи с этим уголовное дело против него за отсутствием в его действиях состава преступления возбуждено не было и из-под стражи его освободили. И бригадир, узнав об этом решении сотрудников правоохранительных органов, на свободу выходить не хотел, уверяя, что там его убьют. Между тем хоронили Калину со всеми почестями, гроб с телом несли по улицам, где находились заведения, которые при жизни любил посещать вор. Его смерть практически не изменила расклада в криминальном мире. Группировка, оставленная Калиной, перешла под кураторство старых воров. В общем, кто досмотрел до конца, не забываем подписываться и ставить палец вверх. На сегодня все. Пока. mzk1.ru Подписывайся и держи руку на пульсе.